Всем привет, мое почтение. И вот вчера в Сумах 27 октября 2021 года был убит Александр Иванина, член правого сектора, который пришел на сессию городской администрации Сумской Рады и начал высказывать, рассказать всем этим депутатам в лицо, что он думает о власти, что он думает о тех, кто при власти в Сумах. А 27 числа он был убит. Наняли киллера и киллер выстрелил ему в голову. Это все случилось при жене, ребенке. Вот как вы считаете, кто мог нанять на него киллера. На сессии он выступил против сумских перевозчиков, маршрутчиков, таксистов и тому подобное. Могли ли эти люди нанять на него киллера? Или это наняли депутаты, которые, кто-то из депутатов, которые, он перешел дорогу? А мог ли вот этот, вот этот член правого сектора, Александр, стать жертвой сатральной? Для того, чтобы начать у Сумов, так сказать, передел власти. Все может быть. Я не знаю, кто, что и как. Но очень похоже на события 2014 года, когда убили Сашка Билова, тоже с правого сектора. Он тоже тогда, вот похоже, записали с ним видео, как он приходит в городскую прокуратуру. И на сессию приходил тоже с автоматом, и тоже угрожал власти, если она будет беспредельничать, ей отомстить. Так и этот человек. Что-то в этом есть схожее. Вот так вы считаете. Чем это закончится? Найдут этого киллера. Самое главное, что его убили при жене и ребенке. Он вышел с машины, вроде пошел к парадному, и его выстрелом в голову убили. Это просто трэш такой. Я считаю, что дело власти разобраться и найти преступника. Иначе это преступление тоже будет воспринято то, которое власти выгодно. Это такое мое субъективное мнение. Я не знаю, у меня нет ни того изнатомых в сумах. Но хотелось бы узнать, если кто есть у меня со зрителей. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому вопросу.